Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас сегодня с вами роллы и супчик. Ролов я заказала больше. Один сет у меня лежит там. Я, наверное, его схамячу за кадром или вечером сниму еще один мук-банк. Пишите в комментариях просто съесть или снять для вас видео. Я просто думала, что я все смогу поместить, но когда я все раскладываю, слишком далеко камера стоит, поэтому вынуждена отказаться от одного сета, таких запеченных роллов. Здесь у нас супчик с тевтельками, как правильно они называются. Очень вкусный суп. Его мама вчера приготовила, я маме сразу говорю, надо сниму мук-банк. Мама говорит, просто супчик будет неинтересно, закажи еще роллы. Я решила так и сделать. Вкуснотища, просто настолько вкусный суп. Я обычно супчики не очень люблю, но этот, это просто нечто. У нас дома очень холодно, и это уже начинает раздражать. Меня вообще очень раздражает наша квартира во всех планах. Мне она совершенно не нравится. Мне кажется, это худшая покупка за всю нашу жизнь, вот эта квартира. Мы даже не подумали, но я вам просто скажу, чтобы в дальнейшем вы тоже обращали внимание на такие вещи. Дело в том, что наша квартира, она угловая. Она находится на углу здания. И когда мы ее покупали, папа сказал, ой, как хорошо, соседей не будет слышно. То есть у нас по большому счету только с одной стороны соседи. И с одной стороны это хорошо, конечно же, потому что нет лишнего шума, гаммы и так далее. И мы как бы радовались, что никого слышно не будет, как хорошо, отлично. Но сейчас мы сталкиваемся с такой проблемой, что у нас очень холодно. У нас батарейки очень теплые. Не, не теплые. Горячие. Но все равно дома холодно. Плюс еще снизу никто не живет. Это тоже огромный минус. И очень сложно отопить квартиру. Вчера пошли к двоюродному брату. И у него так жарко. Прям в майке ходят. В футболке. Просто жара. Посмотрела на температуру их комби. У них стоит, например, на 50. И батарейки тоже еле теплые. Такая жара. Потому что у них справа соседи, слева соседи, сверху живут, снизу живут. И получается, что у них хорошая температура. А у нас ни снизу не живут. Еще крайняя квартира. И очень холодно. Мы ставим на максимальную мощность комби. Все равно холодно. Хотя на улице плюс 6. То есть на улице не мороз. А вы представьте ситуацию. Где-то в России такая квартира. Во всех планах мне не нравится эта квартира. Во всех. И это огромная ошибка, что мы купили эту квартиру. Причем, вы знаете, был вариант, который мы выбрали на 11 этаже. Мы уже собирались ее покупать. Нам риэлтор сказал, что есть еще другой клиент на эту квартиру. И надо дать задаток. Мы подумали, что это просто манипуляция. Нам надо было еще в деревню съездить. Мы подумали, нет, еще посмотрим. Ничего страшного. За 2-3 дня квартира не продается. Потом через 3 дня звоним. И риэлтор говорит, я же вас предупреждал. Эту квартиру уже купили. Папа махнул рукой. Говорит, ничего страшного. Значит, судьба такая. Найдем еще лучше. И вот нашли этот вариант. Здесь комнаты маленькие. Огромный коридор. Огромные просто балконы. Плюс еще угловая квартира. Мы-то радовались. Лишнего шума гамма не будет. Особенно у меня в комнате очень холодно. У меня окно. У меня балкон. И плюс комната стоит прямо на углу. И там всегда бывает сквозняк. Даже внизу, когда ты проходишь, просто пройти невозможно. Даже летом такой холодный ветер. В общем, к чему я это все? Когда вы покупаете что-то крупное, не надо спешить. Надо 100 тысяч раз подумать. Все взвесить. Сказать, что эту квартиру мы купили сильно дешево? Нет. Обычная рыночная цена. Но несмотря на это, видите, сколько минусов у квартиры. мы ее даже однажды хотели продать. Не получилось. Не фуртануло. Хотя помните Айсель, с которой я снимала видео? Ее бабушка купила точно такую же квартиру. На пару этажей выше. И у нее просто зеркальная квартира. То есть она не прям надо мной. И там, мне кажется, дела обстоят получше. Особенно, когда совершаете крупные покупки, обязательно тысячу раз думайте. Мы покупали эту квартиру. Я ее видела после покупки. Она мне очень, кстати, понравилась. Тогда я была ребенком. Сколько лет назад мы ее покупали? 10 лет назад. Я еще в школе училась. Думала, далеко ли от метро. Потому что я училась вообще в другом месте в школе. Как бы мне каждый день нужно было ехать в школу и возвращаться обратно. Плюс все мои репетиторы были в другой части города. К ним тоже надо было ехать. Почему мы выбрали именно эту часть города? потому что здесь живет брат и хотелось к нему поближе. Вы знаете, это реально очень удобно, когда вы с братом живете в одном дворе. элементарно мне подарили цветы. У меня не было вазы. Я просто побежала к пербане, забрала ее вазу. Потом, кстати, отдала ее вазу или нет. В общем, так получилось, что я получила два букета с промежутком пару дней. И мне некуда было их класть, потому что у нас дома, по-моему, только одна ваза и супер маленькая для двух роз. Один букет я положила в графинку, а второй букет реально уже было некуда ставить. И так и с другими вещами. Например, что-то у тебя закончилось. Соль, масло, все что угодно. Можно спуститься в магазин, можно попросить у брата. Особенно, если хорошие отношения. Это вообще кайф. Именно поэтому с машиной я не хочу торопиться, потому что все-таки это крупная покупка. И не хочется брать, что попало. Пусть даже я полгода буду искать, но я хочу машину, которая подходит под все мои критерии. Вот эту квартиру тоже просто поторопились. Быстрее и быстрее надо купить. Папа говорит, мне нужно уезжать, там работы и все дела. И вот в попыхах быстро, в течение, наверное, где-то месяца мы купили эту квартиру. Но, возможно, если бы мы искали дальше, нашли бы какой-то другой хороший вариант. Здесь и комнаты очень маленькие. Вообще неудачный проект. Причем, вы знаете, у нас, когда был частный дом, у нас была точно такая же проблема. У нас дома было холодно. Зимой. Ну, там понятно, там Россия, морозы и так далее. частный дом не сильно утеплен. А здесь одни и те же проблемы. Видимо, так суждено. Вечно мерзнуть. Давайте еще пару роллов. Давайте этот. Я что-то вообще в соус не макала ни один. Все в суп. Роллок красивый и вкусный. Мук-панк получился достаточно короткий. Но я уже наелась. Было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки. Пишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Мне будет очень приятно. Всех люблю. С вами Блайк Эмили. Пока.